Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. Ха-ха-ха! Сказал бы я в начале этой беседы. Это на то, что мне один из зрителей, я его не могу назвать ангелом, написал, что вы одеваетесь, как Спиридон Тремифутский. Нельзя подражать святым, пока ты не святой. Вот, бачка Спиридон смотрит на меня и тоже улыбается. Мне, конечно, стало очень смешно. Я пытаюсь одеваться как-то так, чтобы и почтительно было к духовности, и в то же время не оскорбительно было для кого-то, потому что там, мы с вами видели полгода назад, заревнували братья-священники, которые начали говорить о том, что там некоторые используют символику нашу церковную и выступают как священники, хотя они отстранены от служения и там все остальное. Ну вот я все снял, что священнику полагается. Вот, у меня нет черной одежды, нет черной скуфейки. Что одел? Одел то, что мне, во-первых, понравилось и действительно, что отображало в определенной степени и независимость, и какое-то свое состояние. Почему батюшка Спиридон носил соломенную шапку? Вопрос, да? И так и рисуют его, пишут его на иконах в соломенной шапке. Что это за такой, можно сказать, такая прихоть, что он, будучи епископом, будучи главой определенной, значит, церкви, будучи очень значимым человеком, поскольку мы с вами помним, что на соборе, где святой Николай Чудотворец Мирликийский поссорился с Арием и даже ударил по лицу Ария, именно Спиридон Тремифутский остановил эту ссору и сказал те слова, которые запечатлили в каноне суть Пресвятой Троицы, и которая является, может быть, самым главным основанием всей нашей веры. Это батюшка Спиридон. При этом, имея епископские одежды, он носил шапочку из соломы. Это мода была или как? Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз таким образом он и пытался остаться в том состоянии пастуха, а он был пастух, и не выставлять себя как епископа, одевая там всякие митры, всякие шапки и так далее, возвеличиваясь таким образом сам перед собой и перед другими епископами. Как мне один священник рассказывает, я пришел к епископу, а ему новую митру принесли. Ну, изготовили там, вы знаете, изготавливают эти митры. И на митре, я, говорит, понимаю, что у него настоящие бриллианты пришиты, вот такие настоящие камни. И я, говорит, ему говорю, ого, какая митра, наверное, стоит годового бюджета епархии. А мне, говорит, епископ отвечает, 5 годовых бюджетов епархии. Ну, вот такие у них были отношения. Пока потом епископ его не погнал, захотев много миллионов от него поиметь, а у него не было. Он такой, казался, что он богатый, а на самом деле... Вот, я думаю, что вот в этом причина была у батюшки Спиридона вношение, что он не хотел никого огорчать ни своим должностью, ни своим состоянием, ничем это. Я, честно говоря, точно так же. Вот, если уж вы хорошенечко вдумаетесь, я обозначал, что я пытаюсь иметь образ, который не эксплуатирует церковное, можно так сказать, имущество. Где привязка к нашим отношениям не через то, что у меня какие-то вот такие особые кресты, а мне так интересно, как священники в какой-то момент начинают носить какие-то особые кресты, и у нас ведь нет особого креста какого-то в церкви, как, ну, наградные кресты есть, но это не отображается канонически. Тебя могут наградить наградным крестом, который ты сам купишь, сам принесешь. Ну, в принципе, это просто вот этот золоченый, причем он не золоченый, он тринитрат, ну, вот желтый этот крест простой, вот это самая большая награда для священника, как, но, ведь, можно принести свой, другой крест, и тогда епископ благословит и тебе подарит вот такой, какой ты принес, так вот, когда я вижу, когда одевают тебе вот такие вот, меня удивляет, зачем? Они что этим хотят, вот таким особым крестом свою значимость показать, свои, или что? я считаю, что только слово, исходящее от проповедника, от собеседника, или что, вот, что является единственной правильной связью, правильным отношением между говорящим и слушающим, поэтому, когда я одеваю благословленную, а я вам рассказывал, как я их делаю, эти шапочки, то есть у меня есть скуфеечка от Спиридона Тримифутского, я, то я таким образом, да ладно, что я вам объясняю, все равно тот, кто не хочет слышать, ничего не услышит, но мне очень интересно, что у меня ни одежда не похожа, ни шапка, не плетеная из соломки, но меня посчитали таким вот подражателем, да и слава Богу, на самом деле мы должны, мы должны Богу подражать, преподобие это подражение Господу нашему Иисусу Христу, и ни в коем случае не должны смущаться, что мы Ему подражаем, естественно, подражение внешнее, когда вот одеваются как Христос в белой одежде, босиком ходит там или еще что-то, но никакого отношения к подражению духовного не имеет, но тем не менее в этом тоже что-то есть, так что дорогие мои, я бы к этому сказал, что есть там у Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, но музыканты не годитесь, можно переиначить, а вы, друзья, как не оденьтесь, все в богословы не надейтесь, на богословье не надейтесь, о, да, прямо уже строчка родилась, так что здоровья вам всем, радости, радости в том числе и пусть будет у вас это деяние, это питание, чего хотите, если вы это воспринимаете как дар Божий и носите, едите, используете во славу Божью, то это всегда будет на пользу Божью, и я, может быть, вот сейчас понял, что я не прав и с крестами, когда они так одевают, может быть, и это идет на пользу Божью, поскольку добавляет им вот такой церковной, что ли, славы, или церковной значимости, а если это официально и нормально, ну пусть будет и так, так что здоровья вам всем, радости, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok